Привет, друзья! Сегодня с вами говорим про переизбыток углеводов в рационе и как можно повлиять на эту ситуацию, если вы находитесь на высокоуглеводном питании и у вас есть все симптомы, которые я назову и которые влияют на ваше когнитивное здоровье. Неприятные последствия употребления сахара, макарон, алкоголя, различных пирожных, хлебов, головные боли, помутнение сознания, тревожность, депрессия и другие неприятности. Как избежать? Я об этом говорила очень много разных видео, снимала на эту тему и могу сказать, что те, кто не устраняет последствия, особенно приема зерновых, хлеба, макаронов, крекеров, печенья, Хотя бы важно начать заниматься восполнением дефицита минералов. Цинка, железо, йода, кальция, магния, марганца. И это то, что создаст вам хорошее состояние. Эта история есть в ракообразных, в моллюсках, в мясе, но это минимум. И, кстати, если вы кушаете рыбу, то вам нужен селен обязательно, чтобы не накапливалась в организме ртуть. Следующее. Если мы с вами говорим про побочки сахара, то они простые. Это и судороги, и помутнение, как я сказала, и беспамятство. Соответственно, что нужно делать? Это просто принимать альфа-липоревую кислоту, это принимать витамины группы В, особенно В1. Если вы хотите вообще этого избежать, то лучше добавлять в пищу больше жира, масла МСТ и принимать, как я сказала, калий, потому что из-за сахара он очень быстро расходуется. Плюс клетчатка одновременно с сахаром будет давать вам меньший всплеск инсулина. Если вы используете различные лимонные соки, если вы используете яблочный уксус, то постарайтесь это пить через трубочку, чтобы не повредить, как вам объяснить, состояние зубной эмали не нарушить. Это очень важно, потому что когда люди пьют различные лимонады, соки, это все влияет на зубную эмаль. И электролиты, если у вас есть в доме, то здорово, начинайте их принимать. И, кстати, помогите печени, детокс печени купите или хотя бы расторопшу попейте, для того, чтобы это все восполнить. Если мы с вами говорим про то, что вы принимаете, возможно, метформин, то здесь уже совершенно другая история. Там нужно принимать доктором, посоветоваться и B12, и B1, и пробиотики. Соответственно, если пьете какие-то антоциды, то нужен и бетаин гидрохлорид. Мой канал о профилактике, да, и если у вас сильная тяга, то, возможно, вам нужно уже давно на протоколы питания низкоуглеводные. Если вы переели, у вас вздутие, то здесь поможет вам яблочный уксус. Не нужно переедать дальше. И бетаин хлорид примите, если эта история работает. Пишите вопросы, с радостью вам отвечу. Пока-пока!